Друзья, всем привет! Китайским бюджетным смартфонам третьего эшелона, дабы оставаться востребованными, нужно привлекать покупателей не только невысокой ценой, но еще и ярким современным дизайном. И именно все вышеперечисленное присутствует в герое моего сегодняшнего обзора. Совсем недавно компания Oukitel представила поклонникам бренда очередную новинку под названием Oukitel C13 Pro. Дизайн смартфона не оригинален, так как копирует десятый флагман от яблочного бренда. Однако на сегодняшний день еще актуален. Три камеры, большой 6-дюймовый дисплей с монобровью, сканер отпечатков пальцев, неплохая автономность. Технические характеристики не удивят, однако за цену в 75 долларов, я думаю, на эту новинку стоит обратить внимание. Ну а сейчас давайте вкратце и по порядку. Как я уже упоминал, дизайн и внешний вид смартфона выполнен в стиле iPhone XS. Корпус представляет собой некий бутерброд, состоящий из 2,2,5D стекол и рамки по центру. Толщина его 8,3 мм, вес 164 грамма. Расположение элементов навигации стандартное. Ничего нового вы здесь не увидите. Дисплей по современным меркам достойный, но вот правда разрешение его подкачало. Диагональ 6,18 дюйма, матрица создана по технологии IPS с разрешением 980 на 480 пикселей. Занимает он 82% площади передней панели. Кстати, кого интересует одновременное количество касаний, их 5. Снизу не самый большой подбородок, сверху монобровь. В ней расположились разговорный спикер, датчики и фронтальная камера. Фронталка ничем не удивит. Она представлена одним 5-мегапиксельным сенсором, а единственное ее достоинство – функция разблокировки смартфона по лицу, то есть Face ID. На тыльной панели расположились сдвоенная основная камера, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип производителя. Камера представлена основным 8-мегапиксельным сенсором и вспомогательным 2-мегапиксельным. Хорошие снимки с ее помощью сделать возможно, но честно признаться сложно. Если вдруг плохое освещение, на фото будет изобилие шума. По сканеру вопросов не возникнет. Он многофункциональный и срабатывает отлично. Как я уже упоминал, производительность не самая топовая, однако для простых игрушек и для нересурсоемких приложений ее хватит вполне. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти в сочетании с процессором MediaTek 6739, который работает в паре с видеоускорителем PowerVR GE8100. Из коробки Android Pie, поддержка сети LTE, поддержка двух сим-карт либо одной сим-карты и карты памяти, Wi-Fi, Bluetooth, GPS – все работает. Его автономность не рекордная. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Благодаря функции Adaptive Battery и достойной оптимизации девятого андроида, 6-7 часов активного экранного времени со смартфона можно выжать. В обычном режиме использования день-полтора. В итоге смартфон получился не самым мощным, но отлично сбалансированным. Быть рентабельным не значит дешево. Это означает, что данный смартфон оправдает каждую копейку, которую вы на него потратите. На сегодняшний день это устройство уже можно приобрести, и ссылочка, где это сделать, есть внизу под этим видео. Не забываем подписываться на канал, оценить ролик лайком, комментарий по желанию. Всем удачи, друзья, и до новых встреч!